За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 123 происшествия. Из них 8 преступлений, 6 из которых раскрыто. По двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 60 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях проверки условий сохранности огнестрельного оружия 16 по 18 мая проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье». В рамках операции проверено 87 владельцев огнестрельного оружия. В составе на 48 актов проверок условий обеспечения сохранности оружия и патронов к нему выявлено 5 административных правонарушений. Следователем Следственного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу в отношении местного жителя 81 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Так, 19 мая текущего года сотрудниками отдела Уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт хищения из жилого дома по переулку Малый Качгород города Наринмара мобильного телефона. В ходе проверки оперативниками установлено, что ранее судимый житель Наринмара 81 года рождения в ходе совместного распития спиртного на квартире своего приятеля воспользовался тем, что его знакомый ненадолго вышел из комнаты, совершил хищение его мобильного телефона. Полицейскими похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. В настоящее время ведется следствие. Во втором случае 12 мая возбуждено уголовное дело по факту кражи лодочного мотора из дома в селе Антик Ненецкого автономного округа. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что ранее судимый за кражу житель окружной столицы 87 года рождения проник в дом и совершил хищение лодочного мотора, принадлежащего жительнице села. Сотрудниками полиции похищенный мотор изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. После проведения следственных мероприятий лодочный мотор будет возвращен владельцу. 18 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети друг вокруг. В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управлением Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу установлено, что гражданин, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиле. Во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки объемом 0,5 литров. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято около 6 литров алкогольной продукции. Гражданин будет привлечен к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. И по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничено законодательством. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в Мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В минувший четверг в УМВД состоялся брифинг по оказанию государственных услуг подразделениями окружной полиции. В брифинге приняли участие руководители отделов полиции, в компетенции которой входит оказание государственных услуг. Это такие подразделения, как отдел ГИБДД, отдел по вопросам миграции, отдел по контролю за оборотом наркотиков и информационный центр управления Министерством внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. В ходе встречи сотрудник окружной полиции акцентировали внимание, что получение госуслуги в электронном виде это быстро, просто и удобно. Гражданам достаточно только зайти на единый портал госуслуг и в течение нескольких минут подать заявление, после чего выбрать удобное время и без ожидания в очереди воспользоваться услугой, оплатив при этом госпошлину за услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД 30% скидкой. 21 мая в плавательном бассейне Дворца Спорта Норд прошли соревнования по плаванию в рамках спартакиады Ненецкой региональной общественной организации «Динамо». В них приняло участие 6 команд. УМВД России по Ненецкому автономному округу. Команда войсковой части 12403. Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу. Отдел Росгвардии. Сборная команда судов НАО и команда студентов Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. Программа состязаний состояла из двух этапов. Заплыв мужчин и женщин на дистанции 100 метров вольным стилем. И командная эстафета 6 по 50 метров. Обязательным условием командной эстафеты было то, что в команде должна быть одна женщина. В результате места распределились следующим образом. В личном зачете 100 метров вольный стиль мужчины. Первое место Алсуфьев Денис, Главное управление МЧС России. Второе место Захаров Сергей, УМВД России по Ненецкому автономному округу. Третье место Нефедов Артур, социально-гуманитарный колледж имени Ваучейского. В личном зачете 100 метров вольный стиль женщины. Первое место Ефремова Татьяна, войсковая часть 12403. Второе место Апицына Анна, социально-гуманитарный колледж. И третье место Задорина Юля, Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. Командная эстафета 6 по 50 метров вольным стилем. Первое место завоевала войсковая часть 12403. Второе место Команда управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. И третье место Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу. Руководство и личный состав управления МВД России по Ненецкому автономному округу поздравляют команду управления за достойное выступление на соревнованиях и желают плавцам высоких показателей в спорте. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу. По телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.